задремал так задремал конечно ох уж эта работа хотя хотя ко всему можно привыкнуть холодок надо бы побыстрее добраться городу во первых очень холодно на этом ветре во вторых мерсер фрей я не думаю что если он узнает о том что я выжил он с этим смириться корли я когда убегала использовав эликсир невидимости сказала что он мастер владение оружия надеюсь я с ним справлюсь прямом бою ну что же за тайны скрывал мерсер кроме того что раскрадывал гильдию он ведь сам опытный вор почему зачем ему это было нужно я тебя повсюду ищу тебя просили письмо не знаю от кого он не назвался просто сказал что он твой друг на вроде все ладно мне пора я рад что у меня есть друзья или хотя бы так назвались источник силы седобородая но ты не могу описать запах если не поставишь а еще один словище сначала вывернула наизнанку а потом разорвал я уже исправил его больше не повторится вот поэтому люди не любят вашу коллегу ты антир да да в чем дело меня отправила к тебе корлия корлия значит она все-таки его нашла дневник гала у тебя с собой да конечно но тут есть одна проблема проблема дай-ка взглянуть это так похоже на гала воистину горе от ума он написал весь текст на фалмерском языке фалмерском ты сможешь сделать перевод нет но я знаю того кто сможет колсельма придворный маг ярла в маркарте может обладать материалами необходимыми для него же дневника предупреждаю колсельма яростно оберегает свои исследования от посторонних добиться от него помощи будет нелегко расскажи мне про гала он был моим добрым другом и удивительно одаренным ученым я был потрясен когда его убили полагаю такой риск всегда был связан с его родом занятий но я никогда не верил что удача ему изменит он был ученым но выбрал другой путь почему ради риска конечно он заметил что куда с большим удовольствием залезет ко мне через окно чем будет карпеть над манускриптами риск был его стихии как вы познакомились это довольно забавная история я поймал его когда он пытался проникнуть в мою лабораторию я уже собирался научить его уму разуму когда он отпустил потрясающе деловое замечание по поводу моих рабочих заметок я был поражен и у нас завязался разговор кто бы мог подумать что это приведет к такой крепкой дружбе да уж воистину совпадение не бывает почему гал ввел свой дневник на фауна кроме того факта что лишь горстка людей во всем там реле вообще поймет что это за язык я почти уверен что он собирался устроить какое-то дельце которая требовала глубокого знания фалмерского языка к сожалению мы так и не успели обговорить детали ничего себе где он выучил язык как ни странно я послал его туда же куда и тебя в маркард колсельма я могу лишь надеяться что ты сможешь выучить язык не хуже чем он ничего себе но кто такие фалмеры известным как осел выбирай слова когда говоришь я понял спасибо я за интер за помощь я скоро вернусь значит маркард я уже начал сбиваться с пути мой знакомый извозчик подросил меня только до конево моста но черт возьми в этих краях живут изгои я понимаю почему он не хотел вести меня по этим тропам но я должен добраться до маркарта только там не могу найти эксперта что знаком с фалмерским языком опасные эти места ущелья долины горные реки полно отличных мест для засады мой сын леонтий живет старым хролдене пьяница несчастный давно ты тут живешь что за глупый вопрос посмотри на меня это что лицо мальчишки я прожил тут без малого 50 лет ничего не заставить меня покинуть эти земли даже изгои что ты говорил про своего сына все верно в старом трактире на юге этот нескладеха совсем забыл своих стариков а мне что прикажешь делать если драконы спалят ферму ты же путешествуешь верно но у меня есть для него письмо передай ему какой он жалкий неудачник что ж я отнесу ему письмо пускай помнит о своих корнях хорошо только смотри чтобы этот гусь тебе денег дал ладно город из камня подарок двеймеров славный город маркард ты впервые в маркарте мой тебе совет увидишь что не вмешивайся городская стража обо всем позаботиться кто правит маркардом на скорбном троне сидит ярл игмунд ты найдешь его в крепости в дальней части города внутри горы ступай не суй нос куда не надо и у тебя не будет с нами проблем я понял может какую-нибудь безделушку и мужчина что это было он ведь на тебя пытался напасть спасибо вот держи я собиралась отвезти это сестре но теперь хочу отдать тебе ты знаешь почему он на тебя напал не имея ни малейшего представления я просто выбирала кулон чтобы подарить его сестре в имперском городе этот человек что-то орал про изгоев я слышал о них вроде они живут в холмах нападают на путников и торговые караваны прости больше я ничего не знаю я просто путешествую приехала сюда и сиродила имперцев не любят в этих краях знаешь ли до встречи ну ладно эй стражник дальше мы разберемся иди свои дороги еще одно тело прятать ладно это не мое дело на женщину напали прямо на улицу у всех на глазах с тобой все в порядке что произошло но этот человек что-то заорал про изгоев и все изгои странно что ж я надеюсь что восемь хотя бы подарит тебе больше покоя в будущем у тебя что-то выпало из кармана какая-то записка по моему важная да до встречи ну ладно раз она важна раз она важна заговор изгоев давай заглянем в этот храм посмотрим что ты мне скажешь чужаки тут все еще поклоняется талосу этот город свободен от имперских предрассудков что ж подождем а вот и ты парень извини что втягиваю тебя в наши маркардские дела но после того случая на рынке у меня совсем не осталось времени ты не из местных у тебя бывалый вид ты подойдешь что ты имеешь в виду тебе нужны ответы мне тоже как и всем остальным жителям города человек впадает в безумие прямо на рыночной площади всем известно что он из изгоев а стражи ничего не предпринимает только убирает трупы то есть стражи с ними заодно и ты хочешь узнать что за этим кроется верно все это продолжается уже много лет и все что я сумел раскопать это кровь и смерть мне нужна помощь прошу тебя выясни почему на ту женщину напали кто стоит за велином и изгоями я заплачу за любые сведения что тебе удастся найти зачем тебе это парень да все началось когда я был еще ребенком мой отец владел одной из шахт редкий случай ведь нордом он не был его убили стражники уверяли что это просто дело рук безумца но все знали что убийца был из изгоев с тех пор я и пытаюсь докопаться до правды поиски меня ни к чему не привели а потом я женился и скоро сам стану отцом я поднялся что брошу свои поиски ради ребенка но призрак отца словно преследует меня спрашивает за что ты знаешь что тот кто ищет месть и должен копать две могилы думай кому что говорить одну для врага другую для себя на удачу тебе парень что ж уже ночь на дворе переться туда нет смысла пожалуй пройдемся по городу может что и узнаем так ты ничего не знаешь об этом доме? нет видел что бы кто то входил или выходил какие-нибудь странные огни или необычные шоу то он забросил таверна думаю в таверне я найду несколько ответов На свои вопросы Добро пожаловать В таверне серебряная кровь Есть крепкая выпивка и чистая комната Поставок сейчас нет Я из тех, кого зовут солдатами удачи Сделай мне предложение И возможно я буду сражаться на твоей стороне Ты мне пригодишься Разумная цена Мой клинок твой Ты знаешь что-нибудь о Маргарет? Да Вон она сидит у огня Веди Извини Я никак не могу прийти в себя Что ты делаешь в Маргарте? Я просто путешествую У меня были здесь кое-какие дела Вот и все Что за дела? Ты что-то скрываешь Неужели так заметно? Проклятие Похоже я теряю хватку Я агент генерала Тули Мое задание Выяснить что на самом деле происходит в сокровищнице И чем занимается семья серебряная кровь? Они владеют шахтой Сидна Одной из самых надежных тюрем в Скайриме Я надеялась войти в дело или перекупить заведение Но Похоже здесь дела ведутся по-другому Помяни мое слово За нападением на рынке стоит тоннер серебряная кровь Заказчик он Не сомневаюсь Не обращай внимания на Орд Мои родители вечно ссорятся Я только уберу Хрокин Да Ладно Пойдем доложимся Что это ты тут вынюхиваешь? Вопросы задаешь Брось это дело А то на своей шкуре узнаешь Что бывает с теми кто мутит воду И что будет? Мне интересно Очень смешно Это твое последнее предупреждение Да ты что? Здесь мы следим за порядком Не лезь в наши дела Ну берегись А что мне делать? Из дому не выходить Ты этого хочешь, Индона Теперь мне стало интересно Тебя предупредили Угрожать Жителям Это одно дело Но угрожать лично мне Давай посмотрим Что за тайны тут хранятся Не собираешься устраивать неприятности? Чем могу тебе помочь? В муравейнике нечего делать таким как ты Что тебе нужно? Ты знал Вейлина? О да Я всех знаю кто живет в муравейнике Я же ключи выдаю Думаю теперь его комнату займет кто-то другой Можешь дать мне ключ от его комнаты Ты уж извини, но ты не из наших Это важно, поверь Мы тут редко кому верим Но ладно До встречи Упс Тебе здесь не понравится Никому не нравится Насколько я знаю Тут у всех либо хрипунец Либо атакси Дай мне выйти Спасибо Спасибо Тебе от меня что-то нужно? А вот она Мда Его записка Тебя избрали Чтобы ты вселил ужас в сердце нордов Завтра отправляйся на рынок Ты поймешь что делать Ха Или Н Непонятно Ты был просто чернорабочим Но Ты был Одним из изгоев Да Ты получил задание И пытался его выполнить Но кто Дал тебе приказ Ты суешь нос Не в свое дело Пора преподать тебе урок Кто тебя послал Кому-то не нравится Что ты задаешь много вопросов Ну давай Посмотрим Чего ты стоишь Наконец-то Ты с орком вздумал на кулаках Драл Мразь Говори Или отправишься к богам Меня послал Непус носатый Приказы отдает он Непус Он велел мне убрать тебя с дороги Только я ничего не знаю Клянусь Свидетелей полно Убивать тебя нет смысла Я думаю Непуса стоит достать Хотя у нас тут есть еще дело с тонером Серебряная кровь Ибо шпионку послали именно сюда Прошу прощения Мы помогаем только нашим покровителям Я хочу узнать о клане Это древнее семейство Очень уважаемое в пределе Серебряная кровь Управляет почти всеми землями его владения А также местные каверны И конечно они владеют шахтой Сидна С ее богатейшими залежами серебра Самой укрепленной тюрьмой Скайрима Класс Я к тонеру Он просил, чтобы его никто не беспокоил Он деловой человек Меня вообще-то по барабану Он меня ждет Извини, что задерживаю Проходи Мне нужно вернуться к записи Ты только скажи бабушке Если тебе что-нибудь понадобится Я замужем за тонером серебряная кровь Не забывай об этом, когда говоришь со мной Похоже, ты из влиятельной семьи, верно? Ты бродяга Мы единственная семья С которой стоит познакомиться в Маркарте Нам в этом городе принадлежит все Даже тюрьма И догадайся, кому принадлежит таверна Серебряная Кровь Мы ее так не называли Это все народ настоял Ты замужем за тонером? Что он за человек? Может он не самый старший Но весь труд, за который нас уважают Дело рук моего тонера Ну по крайней мере Да, все равно с тобой скучно разговаривать Ты его любишь Ладно, пойдем Что ты тут делаешь? Я же сказал, никаких посетителей Ты подсылал ко мне стражника с угрозами, верно? А чего ты хочешь? Чтобы тебе никто не мешал совать нос не в свое дело Стража знает, кто в этом городе хозяин А я не люблю ищеек Маркарт мой город Я тут главный Ты не имеешь права совать нос в мои дела Проваливай Нихера себе Ты дерзкий Че? Боже мои, ветры Изгои Какого хрена тут случилось? Я просто служанка Не обращай на меня к нему Но я не это хотел сделать Они убили его жену Моя жена Они убили ее Будь проклят, Мадонах И будь прокляты его изгои Теперь будешь говорить Ладно Ты хочешь узнать, кто такие изгои на самом деле? Они мои марионетки Их король гниет у меня в Сидне Он должен был держать их под контролем О как Шахта Сидна Моя тюрьма Половина всего Серебравская Риме Поступает из нее Самая надежная тюрьма в Тамриэле Оттуда еще никто не убежал Я думал, что если брошу туда Мадонаха То он будет под моим контролем И че? Не прокнуло? У изгоев есть король, верно? Да, Мадонах Король в лохмотьях Пока мы воевали с эльфами в Великой Войне Мадонах захватил предел И правил им, пока не пришел Ульфрик Ты заключил с изгоями сделку, верно? Когда их восстание подавили Я велел привезти Мадонаха ко мне Он был прямо дикий зверь Но мог быть мне полезен Я предложил ему жизнь В обмен на то, что он поможет мне убирать тех, кто мне мешает Конкурентов, шпионов, просто идиотов Поэтому я и позволил ему управлять остатками его изгоев Их восстанием Прямо из шахты Сидна Но теперь он вышел из-под контроля Если хочешь, я могу убрать Мадонаха Что тебе еще надо, проклятая ящейка? Это все твоя вина Вы с Мадонахом просто животные И вы у меня оба за это в Сидне сгниете Да ты что? А теперь вон из моего дома Хм Будь по-твоему, парень Пойдем Все больше и больше крови Непростое дело Нужно все-таки заглянуть как Сельма Канг Сельма Господи, блядь Иисусе Вот и имя ему придумали А изгоями займусь уже позже Кол Сельмо Что ты прячешь, шрец? Ты хочешь увидеть ярла? Я ничего не знаю Закрыто, значит есть там угрессивные движения Ясно? Да не собираюсь я видеть вашего ярла Больно она Я тут к ученому Послушай, я очень... Это ты... Вообще-то я именно тебя ищу Говорю тебе, мне не нужен еще один охранник И почему меня вечно отвлекают Когда я пытаюсь закончить исследование Бестолыч, ты хоть знаешь, кто я? Ты че дерзкий такой? Самый признанный исследователь Двемеров На всем Тамриэле А мне никто покоя не дает Я... Тебе башку отрежу сейчас Прошу прощения Я что-то разволновался Я тут в разгаре очень напряженной работы Мне не следовало орать Мне пофиг Чего ты хочешь? За языком следи Ты специалист в исследовании фалмеров Тебя не обманули Как раз сейчас я близок к завершению Огромного произведения на эту тему Это труд всей моей жизни Я назвал его наставление Калцельмо В фалмерском наречии Моя работа станет прорывом в понимании этих древних существ Можно ли мне взглянуть на твою работу? Абсурд На это исследование ушли годы тяжелого труда В самых опасных двемерских руинах в Скайриме Я еще не выжил из ума Чтобы показывать его кому-то до того, как закончил Ты хоть понимаешь, что по щелчку пальцев Все стражники Маркерта сбегутся мне на помощь? Лучше тебе пересмотреть свою стратегию А то не мудрено и в руках палача оказаться Я тебя убью Но попробуем убедить Я вообще-то большой поклонник Что? Плохим бы я был ментором Если бы не дал потенциальному ученику хоть одним глазком Заглянуть на мое творение А, блядь Вот, этот ключ позволит тебе войти в мой музей Можешь любоваться моей работой сколько пожелаешь Но я ни в коем случае не пущу тебя в лабораторию И не проси Ладно Да будет так Где там твой? Сраный музей Ты бы не успел позвать стражу, кстати До свидания Помнится я читал в какой-то книжке, что Охереть Что Древний город Маркарт стоит на руинах Двемирского города Двемирская сфера Двемирь Двемир WHO Редактор сфера Двемирский поеда Совсем не сложно. Сопротивление электричества на 50%. Но такие тяжелые вещи я с собой, пожалуй, носить не буду. Множество книг. В этом музее стоит провести некоторое время. Изучать экспонаты. Двемирские стрелы. Двемирское оружие. Оригинальное. И вершина их неинженерной мысли. Боевой робот. Это Марка. Двемирский центурион. Ничего себе. Пожалуй, проведу тут некоторое время. Поизучаю экспонаты, книги. Как только подвернется удобный момент, проскользну в лабораторию. Чтобы почитать такого.